Привет, я Эммануэль Божер и вот что, игра это всего лишь игра, а на дорогах будьте осторожны, соблюдайте правила и всегда пристегивайтесь. В прошлом выпуске мы с вами завершили битву команд, далее переходим к испытанию контрольная точка. Трасса магистраль 142, 7,3 км, автомобиль Dodge Challenger Concept. Кстати, как раз предыдущее задание было тоже на Dodge Challenger Concept. Пройди через весь город до того, как выйдет время. И это получается новое испытание для Collector's Edition версии. Вперед! Красавец! Так, максималку хочется проверить сразу же. Тоже 326, как у предыдущей машины. Так, первая контрольная точка. Я просто обожаю это шоссе, ребята. Как и шоссе в Most Wanted 2005 года. Потому что здесь можно развить чистую скорость. Здесь можно срезать. Или направо, потом уйти. Так, вторая контрольная точка. И летим к финишу. Так, здесь срезка в туннель. Здесь через стройку. Вернее, через дорожные работы. У тебя разминки классно. Победа. Ты получил доступ в контрольная точка серебро. Угу. Трасса-туннель в бизнес-центре. 10,4 километра. Машина Lamborghini Murcielago. Пройди гонку восток-запад. За 3 минуты и 10 секунд. Угу. О! Получается, это самая Murcielago, на которой ездил Wolf. Срезка около заправки. Тихо. Так, максималка. Не, не успеем. Ладно. Хотя, примик. Классное звучание у Lamborghini. Так, резкий поворот направо. Срезка. Срезка. Так, после контроля тачки направо резко. Так, налево срезка. Срезка через парк. Мчим к финишу. Давайте подлетим красиво. Победа! Шикарная машина. Ты получил доступ к контрольной точке золота. Ага, вспомнил. Вот каким образом открывается Nissan 240SX. Он доступен, как я уже говорил, только в версии Carbon Collector's Edition. И, видите, нужно пройти контрольную точку золота. И приз будет Nissan 240SX 1992 года. Трасса вокруг света. 33 тысячи... То есть, 33,8 километра. Почти 34 километра. На Mitsubishi Lancer Evolution 9 MR Edition. Пройди трассу до того, как выйдет время. А, пройди трассу до конца, до того, как выйдет время. Ланцер, на котором ездил Кенжи. Дань памяти Need for Speed Underground. Это я на кеды засмотрелся на проводах. Вы, наверное, их тоже видели. Я еще в прошлом выпуске вам о них говорил. Так, направо. Налево на шоссе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Видите, целых 13 контрольных точек здесь. Явно через весь Пауман-Сити будем ехать. Ну, конечно, не стоит говорить, что Mitsubishi Lancer Evolution 9 MR Edition это машина класса тюнер. Следовательно, ее фишка это управляемость. И среди тюнеров это один из топовых автомобилей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, резкий поворот с ручником сейчас направо сделать будет. И не забываем про срезку через тоннель. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Срезка через парк. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Снова через парк. Кстати, сейчас прозвучала одна из моих любимых композиций музыкальных. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И третий парк. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ой. Я на таймер засмотрелся. Так, здесь можно срезать. Только уйти направо надо будет. Вот сюда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, заезжаем в Сильвертон. Район Дариуса, а-ля Лас-Вегас. Так, срезка по тоннелю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, классно получается экскурсия по всему Пауман-Сити. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, вот череда крутых поворотов. Как раз это стихия тюнеров. Крутые повороты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, район, конечно, красивый. Реально, как Лас-Вегас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, я срезку пропустил, но ничего. Не постоянно же на нее заезжать. А тут они закрыты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Срезка за шиномонтажкой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Резко налево. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь направо. Вытащь на лево снова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, не забываем про парк. Резко налево с ручником. Резко налево с ручником. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Срезка прямо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, резко направо. Блин, не рассчитал. Бывает. И последняя контрольная тачка к финишу. Полторы минуты запаса времени неплохо. Красавец, ланца. Обожаю тебя. Ай. Телефонная будка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Победа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты получил доступ в Nissan 240SX 1992 года. А еще, ребята, цель достигнута. А вот какую я поставил цель и достиг, напишите, пожалуйста, в комментариях, что думаете. А я отвечу в комментариях, правильно вы написали или нет. Именно я поставил себе цель вот на этот заезд. Напишите, пожалуйста, как вы меня поняли, какую именно я цель поставил и чего именно я достиг. Так, с контрольной точкой мы завершили. Дальше. Дуэль. Трасса, пинбол. Автомобиль Шелби GT500 Элеонора, наша старая красавица. Старая знакомая. Выведи из строя не менее 25 полицейских машин. Ну да. Сейчас сделаем. Внимание патрулям. Идет преследование нарушителя скоростной погони. Работаем на канале 2. Статус погони 6, обратите внимание. Объект желтый мусанг. Не ври. Внимание, важное сообщение. Погоне присвоен статус 5. Ну, в озвучке нет статуса 6. У нас авария, повторяю, у нас авария. Нужна помощь. В озвучке нет статуса 6, поэтому 5 говорят. Сейчас вытолкну его с дороги. До связи. Так, кстати, я что-то упустил. Почему она называла эту машину мустангом? Разве Шелби GT500 относится к мустангам? По-моему, нет. Ну, качество вызов нет. Ну, бывает. Так, 25 машин первого уровня, ну, по факту, 6-го. Диспетчер, давайте все, что у вас есть на этот момент. Диспетчер, 10.33. А, нелегко ломаются, ну да. Так, минус 1. А что, классно, 6-й уровень и копы 1-го уровня. Диспетчер, подождите, у нас авария. Просто их очень много. Диспетчер, 2-4. Но они хрупкие. Этого задания тоже не было в обычной версии, кстати. Пусть едет, иначе он тут все разнесет. Отстаем, группируемся и по новой. Он врезался в заграждение. Продолжаем погоню. Код 6 пытается уйти. У нас авария, повторяю, у нас авария. Нужна помощь. Ты совсем махуешь, если въехать? Все, хватает. Еще две машины, и можно отрываться. Классное задание такое, прикольное. Ну все. Задание выполнено. Пишинке конец. Пишите отчет. Пора уходить. Он обошел блок, повторяю, обошел блок. Так, не туда поехал, ладно. То ли его заносит, то ли он пытается сбить меня. Ну-ка, попробуем аккуратно бревна сбить. Ой, то есть трубы. Так, оторваемся. Так, не заметили. Все. А стоп, нет, не заметил. Ну все, оторвался. Победа. Внимание участникам погони. Объект скрылся. Продолжайте патрулирование. Получен доступ, дуэль, серебро. Кстати, прикольное задание. Копы шестого уровня, да? Но при этом машины, как из первого. Форд Краун Виктория. Их много, и они хрупкие. Это реально, их такой кайф ломать было. Так, дальше. На серебро. Трасса Эскейп. Вот, автомобиль Ягуар Икс Кей. В обычном карбоне. Мы его видели только в финальной заставке, когда Даррилс покидал город. А здесь, в Коллекторс Эдишн, можно на нем погонять. Ягуар Икс Кей. Полицейская погоня за тобой должна продлиться не менее пяти минут при уровне опасности семь. Интересно. Гоняем пять минут при седьмом статусе погони. Внимание, у нас код шесть, пытается скрыться. Всем, кто не занят на срочных вызовах, переключиться на канал два и следить за погоней. Формируется группа прикрытия. Ждите дальнейших указаний. Чёрные корветы, седьмой статус. 50-59. Попробуй загнать его на обочину. Беспечер, нам нужна помощь. Высылайте все свободные экипажи. Повторяю, все свободные экипажи. Ударился был. Вы поняли. Экстрей пять. Подкрепление уже выехало. Ударился был красный, кстати. Ну, у его человека, точнее. Блин. Не туда поехал. Пять минут гоняем. Водонапарная башня. Подреждена патрульная машина. Нафиг. Как они классно смотрятся, эти чёрные корветы. Немедленное восстановление. Прискочили на нас. Красавец, да ведь. Погиньте машину. Погиньте машину. Красивая машина. Код 3. Нарушитель не задержан. Объект прорвался. Всем внимание, притормозили. Все готовы? Сейчас попробуем кое-что. Диспетчер, я без прикрытия. Высылайте подкрепление. Прикрытие будет через полминуты. Ждите. Охренеть. Группу экипажа, подходим с юга. Расследите, чтобы он не убрал. Это было эффектно. Экипаж выведен из строя. Есть подругавшие. Вот. Подставил джип. Я перекрою ему дорогу. Не стукнет же он меня. Начинаю. 10.33. Я повторяю, все срочно сюда. Стукновение на большой скорости. Экипаж выведен из строя. Есть подстрадавшие. Объект прорвался. Еще две минуты гонять. Не вышло. Он прорвался. Так, едем к колесику. Экстра и 11. Доложите обстановку. Все как и было. И это надолго. Носорог 5-2. Подкрепление прибыло. Нужны новые машины. У нас один выбыл. Диспетчер, нужно подкрепление. Все свободные машины. Срочно. Принято. Носорог 3-1. Подкрепление уже выехало. Ну они реально черные красавцы. Вообще, эти кроветы. Он идет на заграждение. Так, он меня достал. Попробую его официровать. Он увеличивает скорость. Не могу догнать. Еще полминуты. Вижу объект. Идет на большой скорости. Это полиция. Остановитесь. Прижмитесь к обочине. Все, задание выполнено. Пора уходить. Контакт с преследуемым. Подтверждаю. Диспетчер, экипаж вышел из строя. Повторяю, вышел из строя. Блин. С заграждением я увидит. Вижу код 6. Начинаем погоню. Осторожно. Въезжает на автозаправку. И ломаю ее. У нас авария и пожар. Срочно вызывайте врачей. И пульс бугаза. Тихо. Нужны новые машины. У нас один выбыл. Присылайте носорог. Без одного или пары нам не справиться. Внимание всем. В момент потери контакта код 6 ехал на север. Он не мог уйти далеко. Оцепление вокруг точки и к востоку от нее. Ждите дальнейших указаний. Блин, пока не скрыться. Хоран, все сюда. Ну да, статус 7. Это он не хухры-мухры. Вот он, пристраиваюсь к нему. Так, скинем колесо. Я упустил код 6. Прочешите квадрат. Так, если он там будет сидеть, я тоже здесь отсижусь. Внимание всем. В последний раз объект ехал на восток. Разрешу выставить оцепление. Высылаю дополнительные экипажи. Так, обманули. Браво 2-2-2. Выставили 10-73. Все. Укрытие. Классное испытание. Диспетчер, вы задержали подозрительный автомобиль. Приметод отходит. Выполняю проверку. Смотрите, 7 минут 7 секунд и статус погони 7. Три семерки. Внимание всем. 5-1 разрешает снять оцепление. Продолжайте патрулирование. Есть мы. Получен доступ. Дуэль золота. Так. И дуэль золота. Трасса Big Game. Большая игра. Автомобиль Dodge Viper SRT-10. Выведи из строя не менее одного полицейских джипов. А, и все, да? Ну, я думаю, это не так все просто, как кажется. Вывести из строя полицейский джип, казалось бы. Сейчас, наверное, какой-нибудь статус 8 будет. Внимание, у нас код 6. Возможно, группа. Идет погоня. Как в воду глядел? 7, 10, 8. Следовать за нем и ждать сигнала. Статус погоня 8, да? Объект синий Viper. Так, обгоняю. Прием. Мне опять основа. Так, наверное, джип уничтожить, значит. Вот и джип. Джип, поехали за мной. Он на заправке. Повторяю, на заправке. Не уничтожили? У нас авария и пожар. Срочно вызывайте ваним. Блин. И пушку газа. Теперь уже никуда не деться. Обычные машины его не остановят. Диспетчер, вызываю носорогов. Тихо. А, тут не только корветы, но и понтяки. Тут, короче, еще и понтяки, не только черные корветы. Внимание. При подходе к заграждению примите вправо. Слева шипы. Чарли 12. Подкрепление прибыло. Объект прорвал заграждение. Всем участникам погони, глядите объект на нас. Мы перегружим дорогу. Не удалось. Объект не остановился. Четыре погодли. Объект уходят. Диспетчер, все свободные методороги в мой квадрат. Вас поняли. Экс-рей 5. Есть свободная машина. Направляю к вам. Только что видел объект. Иду за ним. Иду на обгон. Код 10.75. Надеюсь, не удастся его перехватить. Так, мне джип надо уничтожить. Ну-ка. Давайте попробуем. Как-нибудь аккуратно. На тебе. Не получилось. Так, ладно. Внимание. При подходе к заграждению примите вправо. Слева шабы. Пум-пум. Свидетель сообщает, что объект ехал на восток. Отцепление в радиусе 10 кварталов оттоки. Ага, попался. Подозреваемый найден. Так, стоп. Короче, нужно... Ладно, окончаем с этим. Высылайте сюда всех, кого только можно. Придется применить суровые меры. Так, мне бы в идеале заграждение из джипов. Группа прикрытия в нескольких милях от вас. И тогда все. Можно перевернуть будет. Зарушитель прорвался. Зарушитель прорвался. Четыре Дельта-22. По возможности доложите обстановку. Так, едет. Как уже надоел этот объект, сил нет. Попробуйте предупредить другие машины. Может, его перехватят. А, это трафик. Если мне удастся нагнать его, я его приторможу. Пока что отбой. Внимание всем постам. Все свободные машины в... Эй! Он в нас врезался. Пытается уйти. Объект вне поля зрения. Кто-нибудь видит его? Отмена предыдущего. Вижу объект. Я один. Прошу поддержки. Ну-ка, ну-ка, попробуем. Группа приблизия приближается. Что, не получилось? Вы должны видеть их. Жалко. Сверо от вас. Скоро буду. Аналогично. Со мной группа. Скоро будем. Так, поехали за джипом. Остановите машину. Сейчас же остановитель. Блин. Кажется, он перевернется. Секунду. Нет, продолжает движение. Я за ним. Ну как? Что еще нет? Что-то не пойму. Сам он не остановится. Надо ему помочь. Применяю 10-59. Может быть, уже и была запись о том, что я уничтожил. 10-33. 10-33. Высылайте все резервы. Код 3. Срочно. Я мог ее просто не заметить. Принято. Экстра-9. Подкрепление уже выехало. Нужны новые машины. У нас один выбыл. Внимание всем. Держитесь правой стороны. Слева 10-67. Где? Вход, джип. На тебе. Все, порядок. Вы живете все дальше. Остановитесь и начиньте машину. Отрываемся. Джип уничтожен. Объект пытается выжибить меня в дороге. Слеваа. Слева. 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 Нужны новые машины. У нас один выбыл. Вижу нарушителя. Он вернулся на закравку. Ездит по кругу. Так, всё, прячемся. Срочно пожарную охрану сюда. Тут авария с самовозгоранием горючего. Последний раз объект ехал на восток. Разрешу выставить оцепление. Высылаю дополнительные... Ходан, все сюда. Диспетчер, вижу код-6. Продолжаем погоню. Он ушёл, но недалеко. Проверите мой квадрат. Вот и укрытие. Только дизайн стенку пробить. Когда объект видели в последний раз, он двигался на восток. Все, порядок. Тоже, как по мне, классное задание. Уничтожить один джип, надо ещё постараться это сделать. Ты получил доступ к набору аппликаций, камуфляж и штрих. Во! Отлично. Так, и осталась последняя тройка испытаний. Опять же, битва команд. Ага. Но уже на уникальных машинах, которые есть только в коллекторс-эдишн. Вот, например, Nissan 240SX. Трасса Магистраль-142, 33,4 километра. Выиграй битву команд на кольцевой трассе Магистраль-142 против слабых соперников. Вот с удовольствием. Я Nissan 240SX очень люблю, поэтому с удовольствием на неё прокачусь. Машина аж 1992 года, представляете? Вот он наш красавец. Правда, здесь, походу, небольшой баг, смотрите. У него фары закрыты, но при этом светятся. Они же должны быть открыты. Такие, как лягушачьи глазки. А они, видите, закрыты, но свет есть. Ну, там максималка какая. 272, по-моему. Да, 272, не больше. Я думаю, можно настроить, на самом деле, если такой приобрести. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, сократим напрямик через стройку. И потом не врежьтесь направо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такой спортивный, стильный автомобиль. Особенно мне задние фонари у него нравятся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, въехали в Сильвертон. Район Дариуса. И тут же покидаем его. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чайна Таун, китайский квартал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Срезка закрыта. Так, резка направо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обратите внимание, один из соперников Зулу. Я сразу вспомнил полицейские переговоры. И там можно услышать такую фразу. Диспетчер, Зулу-5-1. Ну или просто Зулу-5-1. Это... Это Зулу-5-1. Доложите обстановку. Во. Возможно, Зулу это... Как бы позывной самого диспетчера. И представляете, прикол, если сейчас эта самая Зулу гоняет с нами. Якобы у полицейской диспетчерши такое хобби. Стрит-рейсинг. Я бы удивился. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, 4 минуты круг. Ну, значит, гонка где-то в 8 минут будет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, чё ж они сфармой-то так лопухнулись? Надо было... Надо было сделать их открытыми. А то, видите, как-то нелепо. Фары закрыты, но при этом огоньки светят. Ну, ничего бывает. Машина от этого хуже не стала. В повороты вписывается вообще идеально. Тоже один из топовых автомобилей класса Тюнер. Как раз соперники аж на 40 секунд отстают. Но это потому, что легкий уровень сложности. Снова проездом в Сильвертон. Снова проездом в Сильвертон. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Продолжение следует...